статистика знает все если внимательно читать таблицы госстата украины то можно узнать о своей жизни много интересного читаю и вам того же советую стало радостно на душе вот от такого сообщения сейчас зачитаю реальная заработная плата в украине в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличилась на 13 процентов по сравнению с маем 2018 года на 4,8 процента сообщила государственная служба статистики в пятницу 27 июля 2018 года перечислю отрасли в которых наблюдается повышение в июне 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 зарплата возросла в сфере государственного управления и обороны обязательного соцстрахования на почти на 39 процентов на предприятиях транспорта сладского хозяйства почтовой и курьерской деятельности это на 29 процентов в сфере административного и вспомогательного обслуживания более 28 процентов финансовой и страховой деятельности в строительстве и промышленности сельском хозяйстве лесном и рыбном хозяйстве информации и телекоммуникации сфере оптовой и розничной торговли ремонта автотранспорта и мотоциклов почти на 22 процента образования операции с недвижимым имуществом в сфере профессиональной научной и технической деятельности здравоохранение и предоставление социальной помощи словом куда не посмотри в любой профессии украинцы стали получать больше это если судить по данным госстата украины которому я доверяю теперь продолжим внимательно изучать таблицы упомянутого ведомства читаю общая сумма задолженности по выплате заработной платы украине в июне 2018 года увеличилась на 6,3 процента и к первому июля этого года составила 2 миллиарда 723 миллиона гривен сообщила государственная служба статистики по ее данным в июне сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11 процентов и к первому июля составила 1 миллиард пятьсот шестьдесят шесть миллионов гривен а где выше всего задолженность по зарплате в каких отраслях отвечаю сводкой госстата страны в отраслевом разрезе в июне 2018 года задолженность по выплате заработной платы возросла в оптовые розничные торговли ремонте автотранспортных средств и мотоциклов свыше девяти процентов промышленности до почти двух миллиардов 200 миллионов гривен деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания рост на 8,8 процента здравоохранение и предоставление социальной помощи рост до 26 миллионов гривен в транспорте складском хозяйстве почтовой и куэрской деятельности долг вырос на пять и три десятых процента продолжаю ломать голову над вопросом почему задолженность по зарплате в сфере оптовой и розничной торговли в той сфере деятельности где в кассах живые реальные деньги покупатели ах это загадочная душа украинского бизнесмена